Девушки отдыхают Мы отправились на экскурсию на завод компании Тесла, что находится в городе Фримонт, в East Bay, с той стороны залива. Здравствуйте, друзья! Мы с вами находимся в таком аквариуме, приемной, в холле компании Тесла, это завод во Фримонте. И отсюда мы отправимся на экскурсию. С нами сегодня Ильдар, который приехал... Откуда вы? Из России. Ну, конкретно так скрывается? Ну, город Казань. Какой? Город Казань. Казань. А, ну ты что, бывал, как же? Я же еще и Казань. Знаем Казань. Вот. И... А, а вы... Тоже из Казани? Тоже из Казани, да. Понимаю. Вот. Вы видите Светлану и Сашу. Вот, пожалуйста, Светлана. Фактори тур, Саш, ты отвергал? Оформляют тут фактори тур. И здесь тоже фактори тур. В общем, женщины у нас все так вот налаживают, а мы скоро отправимся. И большой такой заводик. Там когда-то, значит, собирали... Совместное производство было. Вообще, когда-то, когда-то это был, боюсь соврать, по-моему, Ford, что ли. В 62-м году это все было создано. Потом вот General Motors и Toyota совместно эксплуатировали. Сначала был просто General Motors, потом Toyota подключилась. И там они как бы научили General Motors каким-то вещам, которые хорошо знала Toyota. В частности, вот в производстве маленьких машин. Ну, так рассказывают. Но... Потом все это дело развалилось. И в 2010-м году заводик был прикуплен там за, боюсь собрать, 42 миллиона. Компании Tesla. Это смешные деньги. Совершенно какие-то. Хороший, хороший дел такой. Вот. И, конечно, размер заводика не соответствовал скромным масштабам Tesla по тем временам. Ну, так они потихоньку осваиваются. Помещение осваивается. General Motors с Toyota производили там 500 тысяч автомобилей в год. 500 тысяч. Ну, и как бы вот говорят, что Tesla тоже хочет довести до этого количества. Ветерок, друзья. Наверное, шумит вам в микрофон. Ну, вот я уж как могу показываю вам заводец. Это не завод, вот сейчас, да, который в Неваде строится. Там будут делать батареечки. Такой специальный завод по батарейкам. А этот как раз сборочный. Он всегда был сборочным. Давайте я так кратко отчитаюсь, что там произошло. Снимать там нельзя. Сначала нам, друзья, говорят, вот у вас 4 пропуска. Вот вы вчетвером и пойдете. Но потом подошел Алексей. Вот он там стоит, вы видите, вот. Наш знакомый, который здесь работает. Мы его снимали раньше. И Алексей какое-то магическое движение сделал. И... Айрат? Айрат, да. И Айрат пойдет с нами. Тоже из Казани. Так точно. А вы по-татарски можете сказать что-нибудь? Конечно, и сами сейчас. Без булдорамы. Но выяснилось, что там не только снимать нельзя. Там даже на диктофончик нельзя. Там вообще никаких записывающих устройств нельзя. И все это как бы там, ну... Как бы на совесть, так сказать... И на ответственность тех, кто там едет. Но тем не менее, мы как люди совестливые. Нельзя, значит нельзя. Но когда мы уже попали на эту экскурсию... Я хочу сказать, что... Может быть, потому нельзя, что особо и нечего. Знаете, вот у меня сложилось такое ощущение, что какой-то видеоряд там, конечно, можно было бы симпатичный подхватить. Но вот, допустим, так... Рассказ, который там был... Он не только ничего секретного. Он вообще так мало чего интересного из себя представлял. Значит, из чего состоит экскурсия. Есть такой поезд небольшой из нескольких вагончиков. Ну, таких открытых, автомобильных вагончиков. В каждом вагончике... Ну, я бы сказал так... Три лавочки. На каждой лавочке три человека с трудом умещаются. Вот представьте себе меня, Светлану и нашу внучку Сашу. Худенькую, хрупкую девочку. Вот мы втроем, в общем, еле втиснулись. Три таких, как я, там точно не уместятся. Или три таких, как Свет, 100%. В общем, такой вот поезд. Поэтому количество участников там строго ограничено. Там нельзя лишнего человека втиснуть, если только кто-то не пришел, например. Вот начинается экскурсия. Это наш экскурсовод. Ее зовут Ким. Она здесь уже 5 лет работает на заводе. 4,5 года будет Тесла. И вот она нас поведет. Чтобы экскурсию заказать, надо иметь человека внутри компании, который вас туда запишет. Это недоступно просто так для посторонних. Поэтому такая привилегированная штука. Мы были очень довольны, что у нас есть человек, который там работает, который нас туда прописал в эту экскурсию. Началась она у нас в 5 часов. Как раз у них там пересменка была на заводе. Что-то работало, что-то не работало. Как-то вот так. Но не суть. Садишься ты в этот поезд. И поезд идет. Своими там зигзагами. Он сначала некоторый путь проделывает к... Как сказать... К тому месту, где у них стоят прессы. Такие побольше и поменьше. Там есть пресс просто какой-то чудовищный совершенно размер. В общем, и с прессов начинается... А, ну, чтобы попасть к прессам, вы проезжаете мимо таких... Ну, складов, не складов. Ну, как бы, да, такое складское. Где всякие наштампованные детали будущего автомобиля лежат. Из алюминия. Все это такое беленькое, симпатичненькое. Ну, и вот дальше, начиная с пресса, вот идет такое движение этого поезда. Вдоль всей технологической цепочки. И кончается тем, где вот уже там уже резину поставили. Кресло внутрь там воткнули. И, в общем, ну вот стоят готовые, можно сказать, автомобили. В течение часа идет эта экскурсия. Ну, может быть, там минус 10 минут. Вот, все это движется. Не замечаешь, как время проходит. Такая восторженная женщина. Ведет этот самый автобус. И я несколько кадров, которые у нас... Ну, можно было официально записать. Вот там в предбанничке, где группа собиралась. Вот, я там кое-что, значит, там на камеру взял. И вы можете увидеть женщину. Вы можете видеть эту группу. Вы можете видеть участников нашего, так сказать, движения. Там заехал человек поболтать. И Ильдар, его зовут из Казани. И его приятель привез. Нам удалось пятого, то есть, приятеля, который вел машину, тоже воткнуть в экскурсию. Хотя, изначально нам отказывали. Но потом пришел человек, который там в Тесле работает. И как-то так договорились, в общем. Вот это все вы можете увидеть. То, что было внутри, вы увидеть не можете. Но я вам скажу, вы принципиально ничего не потеряли. Потому что, если вы пойдете на YouTube и поищите официальные, как бы, кадры, как делаются автомобили на Тесле. И там красиво, так классно, такое чистенькое все. И ничего лишнего там в кадре нет. И такие роботы симпатичные шлеп-шлеп, там слева направо перебросили, там перевернули, аккуратно уложили и так далее. Значит, все это присутствует. Но, во-первых, видно довольно фигово. Во-вторых, там очень много такого заслоняющего. Знаете, мы практически же на уровне пола находимся. Не сверху съемка идет. И какие-то решетки, какие-то заборы. Ребята, завод. Ну, вот абсолютно завод. Такое нестерильное такое место. Ну, вот коробки, ящики. Что замечательно, там, когда проезжаешь, поскольку все это мимо живых людей, которые работают, они радостно тебе машут рукой. Наверное, у них процесс такой. Видишь, поезд там, помаши. Вот, они нам махали рукой. Мы им все махали рукой. И Саша, внучка моя, радостно всем махала рукой. И вот, она пришла с блокнотом. Она делает репорт для школы. Задавала вопросы экскурсоводу. Там был момент, когда можно было поспрашивать. В общем, так все ради внучки. Так все было замечательно. Что еще сказать? Ничего секретного в том, что говорила эта женщина, не было. То есть, не только секретного. Это было такое, знаете, безумно поверхностное такое повествование о самых несущественных каких-то ерундовских моментах, которые, ну, там, всюду можно прочитать и так далее. То есть, вот эта паранойя с тем, что там ни видео нельзя, ни даже, вот, значит, там, аудио нельзя. Это просто, знаете, ну, запредельно глупо. Но, правда, ну, как бы, здраво смысла, ну, никакого нет. Вот так бы я сказал. Значит, что еще сказать? Роботы, там, их очень много. Когда вы видите, значит, вот эти цепочки, Мы специально спросили, сколько роботов участвует в процессе Сколько роботов нужно, чтобы вышла машина с конвейера разных Нам разные люди сказали по-разному То есть одни сказали, где-то 300 А другие сказали, что там приближается к 500 Поэтому уж не знаю, где правда, где нет Но если вам захочется однажды попасть на эту экскурсию Мой вам совет, не тратьте время, ничего такого там нет Чтобы действительно стоило потратить там столько времени, сходить, посмотреть Вы ничего такого не увидите Вы видите завод Еще такое впечатление было Ну еще, я человек не заводской, понимаете И раз в жизни там, несколько недель Был прикомандирован к заводу Красной Пролетарии в Москве Там по работе И очень похоже на Красной Пролетарии Единственное, что там на Красной Пролетарии люди такие промасленные были А здесь довольно чистенькие Очень много людей, очень много людей Выполняющих такую нехитрую Во всяком случае внешне Нехитрую работу Они все детальки проштампованные На этих вот прессах Они стоят и где вручную Где такими, знаете, полирующими Или там шлифующими Приспособлениями То ли они там заусенцы Счищают, то ли какие-то вот Что называется Imperfections Несовершенства Некоторые такие Удаляют С тем, что потом Когда под краску пойдет И так далее Вот этих много Вот практически Когда вы едете по этой экскурсии Окей, давайте мы Запаркуемся Да Так, ну-ка Уже можно на меня развернуть Солнышко Нету здесь Так вот, когда вы едете на этой экскурсии Вы видите гораздо больше Людей, которые что-нибудь такое зачищают Чем людей Чем роботов, например Вот этих вот Конечно, есть много людей Которые выполняют более квалифицированную работу Это видно То есть они Там Накручивают Устанавливают Там с отвертками Ну, такими Электрическими Значит, они там ходят Подбирают То есть, когда через весь конвейер Вас проводят Вы видите, очень много людей Которые выполняют Самую разную работу Но вот Вот эти вот Шлифовальщики И Такие ручные фактически Шлифовальщики Полировальщики Я не знаю, как правильно их назвать Вот то, что Да Эспрессо взяли И они его там доводят вручную Как-то Вот Чисто внутренне У меня вот не было такой гармонии Знаешь, эспрессо взял И дальше пошло Робот туда Робот сюда Нет Робот его эспрессо взял На конвейер бросил Конвейер идет И там подходят люди И там на нем Вот это вот А то, что на конвейере нельзя Они его откидывают Значит, там такие столы большие стоят Металлические И они это на этот стол Раз Видно, что детальки легкие Видно, что вот они их так легко поднимают Сразу несколько Такую стопку И так перетаскивают Детальки большие Ну, там Крыло автомобиля Такого плана Вот И давай уже вручную Там его там Наждачком Там или что-то Ну, еще раз Я Когда говорю Наждачок Я не имею в виду Настоящее название Вот того, чем они пользуются Инструменты Вот такое у меня Было впечатление Ну, а те кадры скромные Которые удалось снять Значит, вы Увидите Вот, наверное, и все Счастливо Счастливо Продолжение следует...